Елизавета II и старшие члены королевской семьи решили не поддаваться на провокации принца Гарри и Меган Маркл. На днях в прессе появилась информация, что герцогиня Сасикская может публично назвать имя родственника, который в свое время выразил опасения по поводу цвета кожи ее сына Арчи. Такое заявление поставит крест на репутации британской монархии, уверены королевские эксперты. Однако издание Daily Express сообщает, что Елизавета II и все сотрудники Букингемского дворца поклялись хранить молчание и никак не комментировать скандальные высказывания Гарри и Мегана расизме. Вместо слов королева решила перейти к действиям. Ее величество распорядилось набрать больше сотрудников из числа чернокожих и этнических меньшинств на службу во дворце. Отмечается, что королевская семья крайне холодно встретила выпуск новой главы биографии принца Гарри и Меган Маркл «Finding Freedom» в поисках свободы. В частности, Елизавета II пришла в ярость из-за утверждения авторов книги Амида Скорби и Кэролин Дюран о том, что многие из ее родственников и сотрудников были довольны отсутствием Меган Маркл на похоронах принца Филиппа в апреле. Напомним, герцогиня не смогла посетить траурную церемонию из-за запрета врачей, которые предостерегли беременную жену принца Гарри от долгих перелетов. Пресс-секретарь Букингемского дворца выступил с коротким обращением «Мы не комментировали, когда вышла книга «Finding Freedom», и мы не собираемся делать этого сейчас». Кстати, Меган и Гарри также считают выпуск своей биографии несанкционированным. Их не устраивает, что в своем повествовании обид Скоби и Кэролин Дюран зачастую обращаются к непроверенным источникам и сплетням из желтой прессы. «Я могу понять, почему Букингемский дворец принял решение не отвечать публично на утверждения, содержащиеся в книге «Finding Freedom», потому что это только добавило бы достоверности заявлением авторов», — подчеркнул уважаемый британский журналист Дикий Арбитер. «Многие люди были бы счастливы меньше слышать о Сасикских. Я уверен, что они хотели бы меньше слышать и о мистере Скоби и его подруге Дюран». Как написал один из наших комментаторов Меган, и Гарри надоели до зубного скрежета. Но все равно читатель признался, что почему-то пробегает глазами публикации о них, следит за статьями и событиями. В чем же феномен этой пары? Почему столько людей внимательно наблюдают за коллизиями их жизни и событиями внутри БКС? А дело кажется в том, что если бы их не было, то Меган и Гарри стоило бы выдумать. Они олицетворяют часть общества, которую еще несколько десятилетий назад трудно было бы вообразить. Проявилось новое странное поколение не в лучшем свете. Только инфантилизма, но много амбиций, полная или частичная безграмотность, манипулятивность и безответственность и претензии, много претензий к семье и миру вокруг, полное отсутствие эмпатии и уважения, отсутствие желания трудиться. Таких новых персон становится все больше вокруг, медиаиндустрия культивирует и бережно выращивает эту культуру, собирая урожай хайпа. Меган и Гарри, как лучшие представители поколения, умеют порождать грандиозные скандалы, которые привлекают огромное внимание и вызывают бурное обсуждение. С одной стороны, читатели Дзёна совершенно правы, возможно, просто не стоит писать о Меган и Гарри и их фантазиях, а с другой стороны, как кажется, стоит изучать этот человеческий тип и феномен, таких персонажей становится все больше вокруг. С представителями нового странного поколения придется жить рядом и как-то находить общий язык. Точно так же, как сейчас пытается найти общий язык королевская семья Великобритании. Ведь она тоже семья. БКС как бы всем показывает дорожную карту по взаимодействию с новым поколением современности. Можно кидаться обвинениями в королеву Елизавету и принца Чарльза и говорить, вот вырастили нарцисса и эгоиста, так и получите за это по полной программе и злорадствовать, а можно удивиться и узнать в соседей или коллеге по работе завтра Гарри, еще хуже, если в ближайшем родственнике Меган. Никуда феномен этого странного поколения не денется из нашей с вами жизни. Можно игнорировать, но Гарри и Меган от такого отношения меньше не становится. Писали ранее о всех попытках БКС наставить Гарри и Меган на путь истинный. После заявления о мемуарах терпения, видимо, закончилось окончательно. Источники из дворца стали намекать о судебных исках о клевете пока только к издательству. А 22 августа 2021 года стало известно, что БКС нанимает адвокатов, и такое решение не могло случиться без разрешения Елизаветы. Судиться со своим внуком и его женой. Неужели это единственный оставшийся и возможный вариант взаимодействия для семьи, если не помогли убеждения? Ждем развития событий. БКС разорит Меган и Гарри судебными исками или заставит уважать Кнут, если королевский пряник оказался паренью привлекательным. Захочет ли американский бомонд оплачивать судебные издержки Меган и Гарри? Они найдут выход, чтобы зарабатывать и дальше на хайпе. Старший сын Елизаветы II намерен навести порядок в монархии, дать больше свободы некоторым членам королевской семьи, претендующим на престол. Пока на троне его мать, 72-летний принц Чарльз лишь строит планы по так называемому уменьшению монархии. Эксперты уверены, как только наследник взойдет на трон, в Британской империи произойдет переворот. Первыми, кого коснутся нововведения будущего короля, станут младшие дети принца Уильяма, принцесса Шарлотта и принц Луи. И виной тому отношение принца Чирза со своим сыном Гарри. Герцог Эдинбургский, опираясь на прошлые ошибки, которые он совершал по отношению к принцу Гарри, считает, что в интересах королевской семьи предоставить младшим наследникам больше свободы. Принцесса Шарлотта и принц Луи будут вести гораздо менее королевское существование в соответствии с планами принца Чарльза по сокращению монархии. «Я думаю, что им придется дать больше свободы». Очевидно, что Чарльз, находясь сейчас в противостоянии с сыном, увидел свои ошибки, которые совершил по отношению к Гарри, заявила Ингрид Сьюарт, королевский биограф и главный редактор журнала «Величество». Благодаря принцу Гарри, Шарлотта и Луи могут извлечь выгоду изменения королевского существования, говорит Сьюарт. После драматического ухода Гарри и Мэган, судьба второго и третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон теперь висит в воздухе. Они могут оказаться в стороне от официальных королевских обязанностей, как только принц Чарльз станет королем. И я не думаю, что эти изменения произойдут до того, как королева отправится в мир иной. Принц Чарльз с 1990-х годов вынашивает план создания уменьшенной монархии в попытке модернизировать королевскую власть. Как только старший сын Елизаветы II взойдет на трон, он оставит королевские обязанности лишь у тех членов семьи, которые стоят по прямой линии к трону. Как сообщают инсайдеры, планы по созданию урезанной монархии расстроили младшего брата Чарльза принца Эндрю, который хотел, чтобы его дочери тоже имели королевские полномочия. Как известно, принцесса Беатрис и принцесса Евгения после окончания университета лишились королевского обеспечения и устроились на обычную работу. В своем нашумевшем интервью Опре Уинфри Мэган Маркл и принц Гарри не обошли тему намерений принца Чарльза по уменьшению монархии. Герцог и герцогиня Сасекские заявили, что Букингемский дворец стремится ограничить королевские привилегии их сына, ссылаясь на расистские высказывания старших членов королевской семьи. Отметим, что все трое детей старшего сына принца Чарльза получили титулы, так как они являются детьми будущего короля. Восьмилетний сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принц Джордж, является третьим в очереди на престол. Его сестра Шарлотта и брат Луи, вероятно, останутся привилегированными членами королевской семьи, но не будут подвержены такому сильному давлению, как их брат. Очевидным лицемерие герцогов Сасекских стало давно, но принц Гарри и Меган Маркл не устают подбрасывать угля в эту топку. Проповедуя семейные ценности, они нападают на королевскую семью и игнорируют большую часть родственников Меган. Рассуждая о благотворительности, Сасекса лишь призывают и мотивируют, а сообщая о своей приверженности к защите экологии, ограничиваются тем, что заявляют, у нас будет только двое детей, чтобы избежать перенаселения планеты и сохранения ее ресурсов для будущих поколений. Но даже если бы у Гарри и Меган народился с десяток малышей, то все использованные одноразовые подгузники не нанесли бы столь существенный вред экологии, как барская привычка принца Гарри, которую быстро подхватила и Меган использовать в качестве такси частные самолеты. Да и вертолеты тоже, кстати. В прошлом году пара отправилась из Монте-Сито в Лос-Анджелес на частном вертолете, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии, на котором всем, кто пострадал из-за самоизоляции, помогали продуктами и также собрать детей в школу, раздавали бесплатные наборы с канцелярскими товарами. В воздухе Сасексы тогда провели 40 минут, на самом мероприятии 20. Ровно столько, сколько им было нужно, чтобы провести фотосессию. Годом ранее экологичные Гарри и Меган решили отдохнуть. Их отпуск в 2019 году, поездки на Ибицу и в Ниццу также не обошлись без частных самолетов. Вишенкой на торте для общественности стала благотворительная поездка принца Гарри на турнир по конному полу, который состоялся в Аспене, штат Колорадо. Там Гарри увлеченно скакал на лошади, обещая, что с дохода от своих мемуаров передаст благотворительному фонду Сентебал, который он основал еще в 2006 году, вместе с принцем государства Лесота, целых полтора миллиона долларов. Удивительное обещание. Книга еще только в процессе подготовки, а Гарри уже заявил, что она принесет ему как минимум полтора миллиона долларов. Но публика и королевские эксперты снова отметили и то, что съездил в Аспенгаре вновь на частном самолете. Королевский эксперт Анжела Левин сказала Токрадио. Это показывает, а, что они, вероятно, не в курсе, что такие полеты наносят существенный вред экологии, б, они огромные лицемеры, потому что они однозначно в курсе. Они рассказывают всему мировому сообществу о том, что мы должны думать и делать, но не считают, что они должны следовать собственным же указаниям. А не исключение, ведь они такие великие и важные. Гэжа Левин продолжила. Эти частные самолеты наносят как минимум в 10 раз больше ущерб атмосфере, чем коммерческий самолет, и в 50 раз больше повреждений, чем обычный поезд. Но, конечно, к принцу Гарри все это не относится, и это возмутительно. Это то же самое, что сказать нам, что мы все должны проявлять сострадание, когда они не сострадательны к своим родителям и семье. Или что у всех нас должно быть двое детей, хотя на самом деле это не их дело. Я рада сообщить, что они потеряли 700 000 подписчиков в Инстаграм, и я думаю, что люди начинают понимать все их лицемерие. Принц Гарри для поездки в Аспен воспользовался самолетом Галфстрим. Предполагается, что самолет принадлежит другу герцога, Марку Ганце.